Паноптикум Без них, нам для этого никто не требуется И мы совершенно спокойно Собрались со Стасиком, который оказался Здесь случайно Блин, он десантировался в Питере И Закопал парашют На улице Савушкина в газоне Главное, что он забыл, где закопал парашют Но мы его найдем И поэтому Мы собрались и решили обсудить последние Сплетние новости Пользуясь тем, что Белковский С нами Ну парашют на Савушкина я закопал Еще в прошлой жизни, когда я пил А оказался я здесь не случайно Потому что меня пригласил Александр Глебович Знаю, что я не пью теперь Поэтому это очень дешевая, ненакладная процедура Ты еще забыл сказать, что у нас теперь Я забыл сказать, что не мордами в салат Лежат наши уважаемые коллеги А своими лицами прекрасными, как ясный день Личиками в салатике В листьях салата, в листьях зеленых Это совершенно другая эстетика Александр Глебович Это не какой-то советский новый год Да, чтобы мы были сдержаны И строги Мы решили, что нам необходим Представитель Роскомнадзора Но это не представитель Роскомнадзора, а талисман Это как олимпийский мишка Ни у кого из присутствующих Не возникло сомнения При виде этой фигуры И с какой организацией это существо Ну, это мы с вами боимся ФСБ, поэтому все переносим на Роскомнадзор Бумажный, бумажный Да почему здесь ФСБ? ФСБ вменяемое Вот, например, там ФСБ объявило Кстати говоря, да, по поводу ФСБ Тендер на следующих кого закрыть? Нет, не тендер Они страшно радуются тому Что сорок восемь процентов Россиян не возражают Против того, чтобы их переписка Читалась, просматривалась И анализировалась Органами ФСБ Стасик, сорок восемь процентов Так нет, я сам вхожу в эти сорок восемь процентов Я собираюсь даже ее опубликовать сам То есть это не только безграмотные, которые в принципе Ничего не пишут, поэтому ничего не боятся Нет, это еще и безграмотные, которые пишут Такие как я Ну вот не надо Нет, просто я подумал следующее Это же моя идея про сорок восемь процентов Вообще сорок восемь попугаев Вообще сорок восемь это сакральное число Все знают, что я люблю сакральную чистку Для низшей жизни были чистка Как домашний подъемный скот Кстати говоря, по поводу стихов У нас лежат пистолеты И если Собеседник начинает раздражать Продолжительностью реплики Или выходит За рамки, скажем так, хронометража Да, то Вполне его можно Остановить Таким образом Не как с Альерием Моцарта Гораздо более цивилизованным Ну бог с ним Да, так вот, смотри Они сорок восемь Я сам собираюсь опубликовать свою переписку раньше Чем ее опубликует ФСБ В этом весь прикол Я подумал, как мне издать хорошую коммерческую книгу наконец Чтобы Стижать немного денег На этом Нет, ну там тогда должны Содержаться какие-то Абсолютно интимные Безобразные Секреты И есть они у тебя Ну конечно Их немного Ну вот Какой-то для затравочки Какой-нибудь особо мерзкий И самый интимный И самый гнужный Нет, подожди Сейчас Стас Что? Секрет Нет Какой-нибудь Мерзкий Как я денег заработаю Если тот единственный мерзкий секрет Который Тебе надо заманить на свои секреты Кому интересны секреты Белковского Зная способность Белковского Завести рака за камень Да? Опубликовать книгу А завести рака за камень что значит? Нет Это значит Это какая-то английская пословица Ну да, это буквально русская калька Но это значит Скрыть истинный смысл Путем словесных ухищрений Да? Завести рака за камень И все знают Что от того что на обложке книги Если даже будет написано Что мы имеем дело с грязными секретами Белковского Которых не знал никто То там вполне может оказаться Совершенно безобидная Отвлеченная белиберда С поэзией И с выражением лица несчастного иа-иа Отвлеченные белиберды Ну когда человек не пьет У него какое должно быть выражение лица Почему Винни-Пух был всегда веселый А я грустный? Именно по алкогольному принципу Что вы думаете? Да Конечно Собственно это и намекалось активно Просто в советское время Это нельзя было манифестировать слишком явно То есть я-я изображал профессионального трезвенника То есть мы не будем сейчас открывать Какие-нибудь твои особо гнусные секреты Нет Мы особо гнусные секреты Мы раскроем прямо в книжке Но я еще думаю объявить тендер Так Будет опубликован ее предварительный вариант Будет опрос Нашей аудитории На тему Какие секреты особо гнусные Которые стоит в книжке оставить А которые не особо гнусные мы выкинем Ну как-то я боюсь Белковский Что у вас хреново с гнусными секретами А вы не бойтесь Александр Нет Боюсь 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 что гнусно Потому что вот например Это гнусно или не гнусно Нет Понимаешь что значит гнусный секрет Вот мне всегда интересно Я когда-то Когда был еще юн Да и не был У меня не было Сидин И опыта Я как-то Пробежался по Кодексу Угу И выяснил что практически ни одной статьи Которая как-нибудь обошлась без моего участия Включая угон Вы имеете авторство статьи? Включая угон крупного рогатого скота Да А зачем вы угоняли крупного рогатого скота? Зачем? Я не гонял крупного рогатого скота Зачем? Я угонял крупный рогатый скот Я не помню ситуацию Слушай, ну зачем человеку может пригодиться крупный рогатый скот? Во-первых на всякий случай Ну это очень эротично Да Я не знаю Эротично это у тебя рисуются Конечно С твоими грязными секретами Тебе рисуются Тем более Крупный скот уже рогатый Белковский И стадо И стадо крупного рогатого скота Который он гонит Нет Нет Там было все насколько от меня прозаичнее Поэтому Я как-то побаиваюсь за грязные секреты Белковского Будут ли они достаточно грязными? Ну в крайнем случае мы добавим чего-нибудь Давай я за тебя сочиню Нет Консультант Нет Ну как у книги бывает консультант Сочиню за тебя какие-нибудь предельно грязные секреты И тогда они будут стоят дорого Сочинить я и сам могу Александр Александрович Вы дайте настоящее Ты думаешь мне известно Из вашей биографии Припишем их мне конечно Ничего страшного Слушай нет Это дорогие секреты То есть мы можем Мы можем Мы можем договориться О цене секретов Мы можем договориться Хорошо договорились К тому же те пороки И те мерзости Те грехи и преступления Которые идут мне Мне Они могут категорически Категорически не пойти Моему уважаемому визави Белковскому Ну это читатель нас рассудит Он проголосует рублем за это за все Блин он раскатал губу На мои проделки Нет это вы сами предложили Нет это ты предложил Что Вы сказали что у вас есть Какие-то грязные секреты Да у меня У меня полно грязных секретов Да которые помните Идут и сердцем мне сосут Воспоминания разврата Когда храба мужских причуд Была я дурой бесноватой улицы И был мой приют Да Да Вот И они так переполняют вас Что вы хотели им поделиться Кстати да это не только Это еще из-за стихи А сейчас А сейчас Уже жадность обуревает Да конечно жадность обуревает Потому что секретики стоят дорого Ну хорошо Так давай вернемся к телам Давай мы у нас 60% с каждого вашего секрета Ставшего моим ваш И еще плюс 10 с каждого моего Слушайте Белковский Как нужны ваши секреты Я подозреваю что все они Заключаются в обжорстве Ага Пьянстве Формальном и неформальном Двуличе Подождите Ну это нельзя назвать секретом Подождите Все что вы перечисляете Это духовные скрепы Обжорство Двуличе Двуличе это свойство нашего герба Совершенно официальное обжорство И пьянство Это любимое занятие русского народа Так Ну понятно что вы здесь у нас Ну и вообще если бы русский народ Не избрал путь пьянства По инициативе Святого князя Владимира Так И обжорство По его же сейчас здесь был бы ИГИЛ Запрещенный в России Ага Не говоря уже о войсках НАТО Слушайте а вы худеть не пробовали Потому что вы худеть не пробовали Это очень просто Я не ставлю перед собой таких простых задач Кроме того я хочу заключить пари С каким-нибудь состоитным человеком Например вами Так Что я похудею на 50 кг А бесплатно мне зачем худеть Я хочу на этом заработать Вы знаете что РПЦМП Московский патриархат Официально запретил мне Крещенские купания в прорубь По просьбе министерства по чрезвычайным ситуациям И гражданской обороне Потому что Изучен список прорубей В Российской Федерации И в 78% случаев Будет затопление Ближайших критических объектов Национальной инфраструктуры Если окунуть в прорубь целиком Кстати для тех По закону Архимеда Вы должны его знать Да Слышал я такое Он кодифицирован Кажется За нарушение закона Архимеда Какой-то уголовный состав Кстати для тех Кто действительно Хочет худеть Я могу дать Пару Пару Нет Я не верю в искренность Белковского Я не верю Что он Он способен будет Я хочу заработать денег на похудение Да В какую искренность Вы не верите Я не верю в то Что ты Вот какие бы не были Безумные суммы Какие бы не стояли Шелестящие мешки с долларами Тогда когда мы следующим Ты не откажешься от пышек От бекончика И от хамона Это как в Сесуале Лоханкин Ну конечно Варвара Треволчица Абсолютно Ты уходишь от меня Не надо Это не стихи Это проза Это не стихи Это проза Хорошо да Но я не верю Не надо размахивать Что существуют на земле Какие-то сокровища Которые могли бы встать между тобой и большим бургером Встать успешно Вы знаете Большой бургер Это Владимир Владимирович Путин Потому что большой бургер Это великий гражданин Знаете Откуда берется название сети закусочных Бургер Кинг Бургер Кинг Это король буржуа Это назван в честь Уи Филиппа Ну да Помните Который был с 1830 по 1848 год Ну Стасик Из всяких сотрудников администрации президента Спецслужбистов Нет Я думаю, что она не так велика Но вот смотри Если захочешь худеть Даю несколько советов Во-первых Забыть слова Завтрак, ужин, обед Да Вот это бредни Которые придуманы Это ритуалистика Которая приговаривает Нет Я согласен, что все Есть надо целый день Которая приговаривает Блин Которая приговаривает Есть И которая Это как раз И доводит Вот до этого всего Я бы сказал Состояние Назовем это прямо Откровенно Вот этим словом Состояние Да И слова Завтрак, обед, ужин Я всегда мечтал быть состоятельным человеком Завтрак, обед, ужин Надо забыть навсегда Да Да, я согласен Есть только тогда Когда нет уже Ни малейшей возможности не есть Да Вот когда Когда дальше уже Просто голодный обморок И вот тогда может что-то у тебя получится Но я вообще не верю В следующий раз Когда мы здесь будем встречаться Я принесу список своих Не список Как это называется Подборку своих фотографий За разные годы Так Чтобы вы увидели как я худел Там специальный график есть Так И наконец дохуделся Нет То есть все начиналось Все начиналось С трехсот Четырехсот килограмм что ли Подожди Виток Диалектической спирали Похудение Конечно Сейчас я буду худеть снова Александр Глебович Хорошо Хорошо Роскомнадзор нас слушает Тут надо Посмотри какие он Делает глазки Но глазки он делает почему-то исключительно вам Нет А это он просто боится смотреть в твою сторону Понимает что Ну если меня боится Роскомнадзор это не так плохо Я чувствую себя хоть немного Павлом Доровым Похож Конечно Похож Смотри значит потом у нас есть из очаровательных новостей Это у нас новости из омской мэрии Омская мэрия опровергла Опровергла информацию о том что она совершила Раздачу грантам и финансирование масонских лож То есть вот Какая моча и в какую минуту бьет в головы чиновникам И их обвинителям Да До какой степени маразм России сконцентрирован и сгущен Если вот среди всех этих очковых сортиров Полузгнивших старушек Разбитых дорог Гнилых поликлиник Общего безумия Тупых чиновников Вдруг встает вопрос Что омская мэрия Финансирует франкомасонские ложи Ну во первых хочу сказать что полузгнивших старушек Это называется эйджизм Так Сейчас будет новая уголовная статья Между прочим Вам все-таки Вы что-то испытываете Какой-то трепет по поводу того что не все уголовные статьи Вы еще затронули Придется делиться со мной Для книжки Александр Ильич Это видимо просто путаница Потому что помните такого человека Владимира Абрамовича Кехман Да Володя Кехман Да Под видом бананов Человек-банан Да Возил какие-то целебные порошки Дело не в целебных порошках Это тот самый парень Это тот самый парень Когда был скандал с Тангейзером С нашим общим другом Да Один старый еврей из Новосибирска Да В Новосибирском театре был скандал с Тангейзером И на театр был сброшен Кехман Кехман вообще специалист по бананам Да И хотя вроде бы там уж не примы И оперные и балетные Они должны были бы в своей жизни Видеть много разных бананов Но когда Кехман показал этим артистам свой Они все утихли Тангейзера из репертуара исключили Немедленно и сразу И Кехман Просто был очень старый и картавил Нет Кехман тряс бананом Не Кехман, а Тангейзер С Роман Абрамович Да, конечно Кехман тряс бананом целый год Я не знаю до чего А до тряс до Полного собственного разорения Да Ну он не полностью разорился Я вспомнил Кехмана к тому, что В этом Новосибирском театре Который он переименовал в Новат Ну какой-то там Новосибирский академический театр Там была специальная ложа для почетных гостей Которую называлась масонская ложа Так И видимо Омская мэрия решила, что это оно и есть Не все же знает, что к чему А Кехман разорился очень специфически Он же официально заявил, что его содержит Он находится на содержании определенного человека Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина И за счет Карелина он не только приобрел новый автомобиль Майбах, но и женился на светской львице Иди Лоло Александр Георгиевич Слушай, объясни мне тогда эту историю Я вообще мне ничего не понимаю У вас нет временно свободных олимпийских чемпионов По какой-нибудь борьбе, чтобы содержали меня? Нет, а ты мне объясни вообще Хотя бы профинансировали мое похудение На кой черт банановый Кехман понадобился Карелину Вот я не могу понять Карелин производил на меня всегда впечатление Человека, ну скажем так Со сложной архитектурой лица Будем откровенны И со сложной архитектурой мышления и сознания Такой я бы сказал Гауди там Сильно присутствует, но тем не менее В общем относительно вменяемого На кой черт ему Кехман с его бананом Который тот вечно не знает куда сунуть Ну видите, видимо умный еврей должен быть не только при губернаторе Но и при олимпийском чемпионе Я к тому и спрашиваю Есть ли какие-нибудь еще олимпийские чемпионы сейчас на выдании Мы можем найти для тебя какую-нибудь олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Мне главное, чтобы платили Вы же знаете, в моем возрасте все равно чемпион или чемпионка И тем более в каком виде спорта По тяжелой атлетике можно Освободилась же эта девчушка Как ее фамилия эта хорошенькая Они там все были ничего из последнего призыва Нет, нет, нет С которой долго носились как списаны торбы И которая потом как бы Или она тебе не годится как не очень чемпионка Нет, минуточку Я вам только что сказал Мне важен финансовый вопрос Слушайте, давайте вообще Какой чемпион и по какому виду спорта Это мне совершенно не важно Слушайте, если нас смотрит Какая-нибудь чемпионка По любому виду спорта Желательно О, слушай В эхе работает какая-то девка Она чемпионка по жиму лежа Это необыкновенно полезно В быту Это то, что мы с вами подумали сейчас Я не знаю, что Я цитирую конкретно передавицу Олиенко Это прям показывают на Олимпиаде Наверное Вообще жим лежа Это то, что в быту Это должно быть рейтинга Очень надо как-то Роскомнадзор привлечь к этому делу К жиму лежа Он совершенно офигел вообще Да, да, конечно И вот Белковскому нужна специалистка по жиму лежа Или любая другая спорта Нет, жиму лежа мне все равно пробовать Абсолютно безрайон Штангистка Система отношений должна Карелин-Кехман Что штангистки, к сожалению, сохраняют в быту Ту особенность, которая на самом деле выводит их в большой спорт Ты слышал, какие звуки издают штангистки В момент поднятия тяжестей Ну, если сумма, которая мне будет передаваться регулярно Будет такой тяжести, что будут издаваться звуки Готовьте звуки потерпеть В чем я хуже Кехмана, в конце концов Это, скажем так, это не вокал, Стасик Это не вокал, это другие звуки Не жимы Не надо пытаться изобразить Не надо Хорошо, хорошо У вас есть какое-то орудие убийство Как она там стреляет А там уже пуль нет Нет, пуль нет, если ее туда не всунуть Ну, знаете, с всунутой пулей дурак сработает Нет, другой стороны Владимир Абрамович Кехман Не туда, Стасик Куда-сюда, да? Нет, блин Нет, слушайте, ему нельзя давать в руки чемпионку Он пытается все время сунуть что-то куда-то куда-то Убить в углу Нет, на медали там много не наплавишь Так Ну, ладно В общем, вы считаете, что мы почти женили Белковского Я думаю, тебя вот нас услышат и какая-нибудь получемпионка откликнется Это было важно, это был интересный момент Угу Это был интересный момент Потом у нас на повестке дня есть прелестная совершенно новость о том, что Росгосцирк создал рабочую группу по выполнению поручений президента Вот поскольку эта информация подчеркнутая тобой и принесенная на этой навозной лопате из интернета, что имелось в виду? Ну, все-таки я считаю себя хоть в какой-то степени клоуном, поэтому все связано с цирком Меня практически с детства интересует Так И занимает Так Ну, это ведь цирк является исполнительной властью России в миниатюре Нет, у нас... Нет, подожди, если ты намекаешь, что в наименовании главной идеологической организации вкралась орфографическая ошибка и нужно говорить русская православная церковь, ты ведь на это намекаешь? Нет, давно уже был придуман термин воцерковление Оно давно продолжается Нет, я придумал термин воцерковленыш, который в известной степени относится и к моему собеседнику Но вообще действительно может быть имеет смысл... И не к одному И не к одному Но здесь пока ты единственная, я надеюсь Нет А Да Да У нас есть еще один воцерковленыш Одиноки ли мы во вселенной, помните? Да, нет, у нас действительно... Это экспериментальный вопрос советских времен Вот да, вот да То есть будем отныне писать русская православная церковь И имелось в виду именно это И Росгосцирковь Кстати, вообще звучит-то классно Смотри, значит, ну я не могу предложить сейчас пока сходу какую-нибудь олимпийскую чемпионку Но есть классная тетка, классная тетка, состоятельная и вполне себе статусная, которую ты бы мог отхватить Безусловно Есть президент Литвы, Даля Грибоускайте, который сейчас грозит импичмент, потому что кто-то там залез в ее переписку Я-то считаю, что читать чужие письма ни в коем случае нельзя Я считаю, что их можно и нужно перелюстрировать Можно, кстати, объединить мою переписку с Кирилей и сделать просто нашу переписку с ней Так, нет, но ты понимаешь, да, что это была бы хорошая партия А какая партия сейчас имеется в виду? Нет, имеется в виду партия в звучании 19 века партия как женитьба Я понимаю, что вы намекаете на мой возраст, но в 19 веке я только родился, причем в конце Ты бы мог сейчас утешить Далю и спасти ее от импичмента Так нет, если я спасу ее от импичмента, она на меня не польстится Импичмент надо довести до конца Правильно, тогда нужно... К тому же, чем хорошо? Меня финансировать же нужно как следует набрать материальных ресурсов под занавес А для этого нужен занавес Ведь на должности накапливать материальные ресурсы не так удобно А когда импичмент, ты знаешь, уже через месяц, то уже и тормозов как бы нет Уже действуй, все Нет? Вам не близка эта логика? Нет, я через вас ей говорю А, ей, да? Отлично Нет, ну, она не близка эта логика Чиновник, как правило, максимально зарабатывает под занавес карьеры Особенно, если эта карьера должна закончиться импичментом Да Например, помните, не обязательно даже импичментом, просто под занавес как таковой Вот, помните, президент Билл Клинтон там помиловал 127 тысяч человек За день до ухода в январе 2000 года Среди них были наркодилеры То есть, если этой очаровательной даме будет абсолютно нечего терять Она легко Серийные насильники Она легко пойдет на союз И даже торговец оружием Марк Рич А что это ты так рассиялся, когда произнес фамилию? Ну, потому что слово Рич наводит меня на мысль, что я когда-нибудь могу стать чем-нибудь подобным Понятно, хорошо То есть, Грибаускайте тебе подходит? Ну, опять же, я говорю, что здесь критерия у меня один Поэтому все зависит от того, сможете она ему соответствовать А так она красива и молода в этом смысле Просто меня еще раз повторю Человеческое состояние здоровья Эти параметры уже не волнуют Через правительство дипканала Захарову оформить нормальный запрос Для того, чтобы мы понимали, имеет ли смысл тебе биться за сердце Грибаускайте Да Биться за сердце, это хорошо Да Нет, я думаю, что все-таки надо действовать методами народной дипломатии А не по официальным каналам МИДа, потому что такую информацию не раскроют Нет, ты представься, если тебя будет сватать Захарова То никаких надежд Вот тогда мировая война обеспечена Потому что если она скажет Ну, то у вас, понимаете, вы вымыслите так широко В геополитическом контексте Если она еще публично скажет пару фраз То ситуация будет уже необратимой Я вообще думаю, что все, что происходит ужасного Сейчас с бедной Россией и с ее бедным состоянием в мире Отчасти, конечно, нужно благодарить дипломатов И дело не в том, что у меня это пунктик Дело в том, что они непрофессиональны Я думаю, что на них вообще лежит вина за ситуацию Хотя вот смотри, если сейчас там сядет Кудрин Там, где для него Сядет, в смысле, будет задержан где-нибудь? Нет, там, где для него долго-долго грело местечко попа Медведева Я имею в виду вообще так называемая экономическая И вообще так называемая неразрывная и неразделимая от нее внешняя политика Вот там это местечко нагрето хорошо и безобидно Оно, по идее, там уже такие вот два полушария высяжены в кресле И там удержится кто угодно Ну, попа Медведева она недостаточно велика, мне кажется Недостаточно масштабна для Алексея Леонидовича Нет, дожди, от того, что туда не поместится твоя задница, не значит что Ну, не поместится и Кудринская Кудринская тоже? Мне кажется, нет Какая-то... Какая-то моя бы поместилась А-а-а Потому что я как раз бы похудел Так Вот для этого, понятно Ради такого случая, конечно Ага Ну, ничего, значит, Кудрин превратит два отпечатка в один Ну, так же не может быть, чтобы Дмитрий Анатольевич ушел Нет, он не уйдет, как я понимаю, ему сошьют парадную форму специальную И он будет символом Он прекрасный символ В том-то, он уже символ Да Он не может уйти Да Как не может уйти наш коллега из талисмана Роскомнадзора Только олимпийский мишка мог, помните, оторваться в 1880 году Во всех смыслах этого слова Меня настораживает однообразие позы нашего гостя Он ее ни разу не сменил Постоянство признак профессионализма Да, так вот смотри, значит, у нас Да, у нас есть грибоускайты в почту, которые влезли Вопрос в том вообще А что там написано? Там какие-то мелкие глупости И мы-то с тобой, как два прожженных, законченных негодяя Ну, будем откровенны Ну, будем откровенны Да, кем мы еще являемся На самом деле Ну, у нас много ипостасей Нет, но в основном Я, например, люблю оборачиваться голубем мира Индюком Видите, а на утро влетит голубь мира Индюк мира Нет, нет Индюк мира – это другое Стасик, прости меня, не обижайся Значит, смотри Нет, там ничего не было Если вы случайно на улице утром встретили меня Значит, скорее всего, в Донбассе начинается перемирие Ну, что там? Скоромыслом Причем с пустыми ведрами Из каждого ведра выглядывает А полных у меня нет, пока не решен олимпийский вопрос Значит Чего нет? У меня не может быть полных ведер Так Не путать с бедер Ведер Пока не решен олимпийский вопрос Тот самый олимпийский вопрос Олимпийский вопрос Как у Владимира Абрамовича Кехмана Это с хорошей дамой С хорошей состоятельной дамой Да Хорошая – это очень обтекаемая Да, это, ну, как сказать обтекаемая Это не юридическая категория Обтекаемая – это, скорее, уже, я бы сказал, сексологическая Да, сексологическая, да, потому что Смысл в это слово можно вложить какое угодно И мы, насколько я понимаю, будучи людьми Глубоко-глубоко целомудренными Кстати, обтекаемая – это может трактоваться Как синоним слова «тефлоновый» Такой более русский Ну, что сколько ни наливай – все обтекает Поэтому это не обязательно в сексологическом смысле Должно трактоваться Вы просто как человек молодой Вас время тянет на ту сторону Ну, я бы сказал, что я раза в два вас постарше, вдруг, мой Стас Ну, это по званию И по призванию Да Так вот, смотри, там, значит, наковыряли в ее переписочке Каких-то абсолютных мелких глупостей А что там типа чего? Ну, там, она где-то что-то лоббировала и… причем не финансовое, не благородно финансовое То, что могло вашей будущей семье сдали, привести бы какой-нибудь существенный вклад в виде там… Какого-нибудь домика под Каумусом, нет А какую-то вот именно политику Политику и политику такую, ну, в общем, Литва – замечательное государство, но политику такую небольшую, скажем так, по масштабу И это служит основанием для ее импичмента Вот мне, кстати, интересно было поговорить вообще до какой степени Все этой президентской шушере И до какой степени все эти чиновничьи братья Вообще мы должны прощать все И снисходительно относиться Понимая, что они же сделаны все равно только из одних пороков Там ничего кроме пороков нет И ковыряясь в их, скажем так, политических организмов Мы ничего кроме кишащих опарышей Термитов, жуков, мертвоедов Мы в принципе не сможем ничего обнаружить Нет, в последних молодых поколениях европейских политиков очень много приличных, порядочных людей Возьмем Ангела Меркель, например Или Терезу Мэй Это старые политики были не очень Кстати, вот мой друг Черчилль был вполне ничего Но он умер до того, как узнал, что он является другом Белковского Нет, нет, он умер вскоре после этого Либо на споритическом сеансе Он, как и я, человек в меру упитанный, в полном расцвете сил, пьющий Но он, в отличие от тебя, он умел носить бабочки Ну, бабочка крылышками, бяк-бяк-бяк-бяк, это не сложно научиться Нет, это... Носить бабочку не сложно, может любой дурак Вот подобрать бабочку, это практически нереально Но это задача энтомологическая Нет, энтомологам, извини, махаон под Алириус летает, тут подбирай кого хочешь Или какой-нибудь адмирал сказочный Это не вот это, нет, что у меня за спиной? Нет, у тебя за спиной, это не бабочка, это телеграммский самолетик А там второй представитель Роскомнадзора Но это то, каким будет Роскомнадзор, когда его откопают там через сколько-то лет Или каким буду я, когда похудею наконец За деньги Ну, я надеюсь, что лапки-то будут все-таки то, что называется, подлиннее Нет, нет, у Черчилля были свои достоинства У Рекса была одна проблема Руки краткие А если бы не это, если бы не это обстоятельство Он, вероятно, бы сделал более удачную эволюционную карьеру А вот имея это все, конечно, рассчитывать было уже не на что А зачем ему были руки? Вы намекаете на коррупцию? Нет, тогда еще никакой коррупции не было Отношения были предельно здоровые Убивали сразу и сразу съедали Причем, если, например, там... Да нет, ты знаешь, я думал, что вообще убивали и съедали очень благостно, очень романтично и очень конструктивно Да, только завалив жертву, ее сразу начинали есть, не дожидаясь ни ее смерти, ни ее последнего слова И это всегда... Можно сказать, что по нашей отечественной истории мы знаем немало таких примеров И даже системных примеров Да В разные эпохи у нас так тоже происходило Да, так вот смотри, вот на самом деле Имеет ли смысл вообще предъявлять к политикам какие-то серьезные требования и ждать от них того, что они где-то там хотя бы в недрах, в глубоких подвалах своего сознания Я думаю, что они какие-то, вот то, что называется, люди с одаренностями, приличностями, честностями, так называемыми Да, несмотря на всю условность этой терминологии, мы понимаем, что честность — это искусственное понятие, в общем, не присущее человеку, не свойственно Это нормальная как бы социальная игра, которая может присутствовать, может не присутствовать Имеет ли смысл это вообще искать в политиках? Вот эти так называемые положительные Искать не нужно То, что вы в гуманитарии придумали всякие положительные качества Это видно сразу, искать ничего не нужно Так И в ком же ты их видишь? Ну вот, скажем, в моем друге Черчилле, безусловно, я их видел Вы знаете, человек все-таки думал, что я ускорил кончину моего друга Уинстона Потому что с тех пор, как мы познакомились, он стал пить виски вдвое больше Так, тогда я хотел бы узнать, как вы познакомились Мы познакомились на вручении ему Нобелевской премии по литературе Я тогда был в номинации, как номинант тоже был приглашен А поскольку пьющих, как вы помните, народный поэт Дагестана Расул Гамзатова говорил Осталось двое нас пьющих, я и мой народ Но единственное... Пьющих тогда в Стокгольме было двое, это он и я, то что оставалось сделать? Единственное, что могли принести написанное в тот момент тобой, мог быть подгузник Просто в силу возрастных ограничений Вы всегда говорили, Александр Глебович, что вы не интересуетесь художественной литературой Откуда же вы знаете, как назывался мой первый большой роман? Он именно так и назывался Причем это еврейская фамилия Большой роман был не написан Большой роман, да? Нет, подозревать тут нечего Причем подгузник, как я говорю, это еврейская фамилия, главного героя этого романа По избежанию любой двусмысленности Хорошо Хорошо Если бы это был англоязычный роман, он назывался бы Памперс Но роман-то был русскоязычный Отлично Так вот, Стасик, ответь мне все-таки на вопрос Имеет ли смысл во всех этих политических тварях, во всех этих политических животных, вершителях судеб Вообще пытаться найти что-то хотя бы вменяемое Уберем Черчилля, да? У тебя на нем какой-то сдвиг по фазе Поэтому ты не можешь быть здесь объективен Я не очень понимаю твоих чувств к этому бурдюку с бабочкой Но просто его уберем из разговора А вот кто-нибудь еще? Вот кто-нибудь у тебя вызывает какую-нибудь нежность, симпатию или желание подражать? Да, вот Ангела Меркель, например, я уже сказал Ангела Меркель Я понимаю, что ты хотел бы такую же прическу, это ясно Да Она ведет скромный образ жизни Доступный даже мне Я знаю, где она живет На Мариенштрассе в Берлине Я несколько раз проходил мимо этого дома Он находится рядом с Брехтовским театром Берлина Рансамбль Обычная квартирка в домике У меня есть даже фотография ее дачи, так называемой Так, то есть Навальный поделился? А? Навальный поделился? Нет, это я пытался Навальному вправить, но он не глупил Так Слишком неинтересно Так, ну вот понятно Значит, твоя, твоя муза Меркель еще Или Барак Хусейн Чабама, я ему очень симпатизирую А он, кстати, правда симпатичный парень Симпатичный Но там, понимаешь, им... К его пятидесятилетие Прошу прощения, я помню, даже написал Программную статью, за которую ругалась у меня вся прогрессивная общественность Она называлась «Бессмертный барак» В котором я описывал его всемирное историческое значение Вы понимаете, что человек чернокожий человек Который еще в молодости даже на уровне постановки задачи формулирует Что он собирается стать президентом США, что как бы невозможно Ну, тогда, когда ему двадцать лет Ну, это красивая история Ну, поскольку я не верю Он уже выдающийся Стасик, я, например, вообще не верю ни в какие красивые истории И всегда знаю, что все пророчества И все, ну, скажем так Такие вот прорицания и провидения Они уже, как правило, пишутся потом, да? По факту, по факту совершившегося Либо просто придумываются По факту совершившегося Не, ну что вы Барак Обам же решил, что он хочет стать президентом США Он же не мог стать им не решив Так, а там вообще есть Простое логическое рассуждение, а не пророчество Я бы один амбициозный, чернокожий пацаненок, который не хотел бы стать президентом В те времена, когда нам с Барак Обам ему было двадцать, а мне всего тридцать, да? Почти не было Почти не было То есть хотели все, да? Нет То есть еще А, то есть я не навык Нет Не было желающих О, да, не верю То есть, так, вот смотри То есть у тебя есть Я сразу честно говорю, что у меня нету У меня нету Я не верю И более того, не предполагаю Я думаю, что наличие каких бы то ни было рациональных или разумных качеств политики в принципе невозможное И выглядели бы патологично Вот вспомним нашего друга Боря Березовского Конечно, Боря был, мягко говоря, не ангелом Но Боря был на кремлевском фоне, вот когда он приходил в Кремль, когда он шел по ковидору То царь Пушка стрелял, а царь Пушка начинал бить Да нет, он там никого особо не бил Но в этом Надо же помнить, что все равно любое сборище номенклатуры Такой заповедник жлобов И любой человек с интеллектом чуть выше среднего Все равно уже выглядит каким-то Неорганичным Дикостью Полным чудовищем Абсолютно Диссонируется Вот, например, как наш уважаемый коллега Коллега, слава богу, ни одного слова пока не сказал Но именно потому, что он, видимо, очень не глупый и токсичный джентльмен Возможно Но В развитии, собственно, вашей теории По идее, да По идее, никакой интеллект ни для какой политики не нужен Следовательно, на что же ты там собираешься ориентироваться? Где? В галереи политиков Да, которые тебе симпатичны и милые Что же вы сразу не сказали Ну вот, Обама хотел быть На астрологические данные, конечно, на гороскоп Не, подожди, вот это вот сейчас На что я собираюсь ориентироваться Встать Ты можешь ответить, между прочим Нет, это было бы пошловато Ответ должен быть асимметричный Блин, я теперь буду терзаться, что я тебе попал в нос, а ты мне нет Ну, так надо сначала отрастить мой нос Нос моего размера, чтобы в него легко попасть Но я бы, согласись, это было абсолютно оправдано Потому что, как только началась астрология Астрология Так она еще не думала начинаться Знаете, опять же, возвращаясь к вашей теории похудания Завтрак уже кончился, обед еще и не думал начинаться Помните? Первое столкновение нормального человека, здорового Винни-Пуха С непьющим, абсолютно Находящимся в завязке и зашиве Ослика Мэйая Который говорил, доброе утро, если он действительно добрый Если ты не ответишь мне, ты поставишь меня в предельно неловкое положение А если отвечу, то в запредельно неловкое Ничего, я сижу и жду, давай Нет, в меня, а не куда-то Нет, вы знаете, я все-таки носитель русской литературной традиции И подобно Александру Сергеевичу Пушкину, Михаилу Юрьевичу Лермонтову А я не носитель традиции Но у вас там нет патрона У меня все очень просто Мне важно попасть Поэтому вы такой стройный, что вы не несете ничего такого тяжелого, как русская литературная традиция А, теперь я понимаю, где у вас русская литература размещается Конечно, все здесь К тому же, как у всякого профессионального политолога, у меня живот силиконовый, вы не думайте Он не свой Донорский Донорский Нет, силиконовый, знаете, бывает такое Да Он не донорский, почему То есть, есть пушапы, есть накладная грудь, есть накладной живот Конечно И у той избранницы, у той счастливицы, которая, возможно, станет далее грибу у Скайта Будет возможность в этом убедиться А кто это когда утверждал? Ворот, утверждалось ровно обратно, что по возрасту и состоянии здоровья я ничего лишнего не обещаю То есть, от нее только деньги Ну, конечно, это же благотворительная акция Вот, понимаете, видите, благотворительность же приносится для замаливания собственных грехов Она же не совершается в адрес того, кому даются деньги формально Вот когда вы подаете... Ну, мне эта благотворительность всякая омерзительная, я никогда не скрывал Когда я раздаю деньги бомжам у метро Пушкинской Я же не помогаю каждому из них Нет, я, может сказать, даже им мешаю, поскольку они немедленно идут опохмеляться и тем самым только усугубляют собственные шансы Это что новенькое про Белковского? И как выглядит это все? Как выглядит бомж? Нет, как выглядит раздача Как выглядит раздача Средств Ну как, бомжи, они кучкоются Так, это... Давай я нарисую картину, вероятно, это слепые люди Слепые, изувеченные люди, которые сидят с кепками Нет, это совершенно зрячие люди И положив там, предположим, 100 рублей, ты берешь 200 сдачи Вот это было бы нормально Нет, это абсолютно зрячие, очень бодрые люди То есть, которые могут догнать и отобрать обратно В хорошем настроении, нет, которые получают свои 100 рублей Кроме того, они являются моей референтной группой Я это рассказывал даже в программе «Паноптикум» Что любимая черта моих друзей Разной, разной степени близости Это подойти ко мне С грустным видом взять меня за руку И сказать, старик, что-то ты куда-то совсем пропал А вот любой бомж у метро Пушкинска, если подходит ко мне и говорит Вот в последнем «Паноптикуме» ты вот здесь был прав, а там нет Ну что, это интеллектуальный и культурный цвет нации Причем вы увидели какой цвет Представляю себя Представляю себя Хороший колорист Ну что, нам пора завершать Мы, несомненно, вот так же Может быть, нам и не пора завершать Да Но, как говорил мой друг король Эдуард Восьмой А мы одно время тусовались на троих Винстон, Эдик и я Который отрехся от престола и заженить бы на разведенной американке Уоллес Сэмпсон Знаешь, старик, иногда отречься от престола куда круче, чем принять его Так вот, иногда закончить программу куда круче, чем не закончить Даже если аудитория ждет от нас ровно обратного Отлично, счастливо